О спорте. Накануне в Каспийске на базе спортшколы «Энергия» состоялся республиканский турнир по грэплингу «Даг Лайнс». Сильнейших выявляли более 150 спортсменов из разных уголков Дагестана. Популяризация грэплинга в республике идет семимильными шагами. С того момента, как эту дисциплину в России официально признали видом спорта, грэплеры состязаются по правилам объединенного мира борьбы. Об этом турнире узнал за две недели до соревнований. Готовился у себя в зале Абубакарова и в нормальной форме подошел. На этот турнир приехали с разных городов, с Изберга, с Кизляра, с Дербента. Хорошая конкуренция на хорошем уровне. Набираемся опыта, чтобы бороться на престижных турнирах. Представитель клуба имени Абубакарова Ислам Богомедов занимается грэплингом около трех лет. Спортсмен выиграл ряд республиканских турниров, а также успешно совмещает его со смешанными единоборствами. Для Ислама, как и для многих других участников, выступление на таких турнирах дает бесценный опыт. Этот турнир неплохой. Соперники тоже конкуренция хорошая. И призы хорошие. Не на каждом турнире такие призы бывают. Поэтому хороший турнир. Мне все понравилось. Последние годы соревнования по грэплингу в Дагестане проводятся с завидной активностью. И это дает свои плоды. Наши борцы ежегодно забирают львиную долю наград на всероссийских состязаниях. Поддержать молодых атлетов на турнир прибыли именитые дагестанские спортсмены. Среди них боец легкого веса организации Fight Nights Мурад Мачаев. Честно сказать, уровень хорошего ребят. У нас очень большое развитие получил грэплинг в Дагестане. Благо, проводится много таких турниров. И на них ребята обкатываются и набираются опыта. И вот Даглиланс – это один из таких турниров, который регулярно проводится, на котором ребята могут показать себя и набраться опыта. И молодежь уже сразу видно, что на уровне взрослых ребят борются. Ну, немножечко есть где-то недоработки, нехватка техники, нехватка физики, физической мощи. Но это все с возрастом набирается. Поэтому видно, что уже хорошо борются наши ребята. Бескомпромиссные поединки, борьба на каждом участке ковра. На кону престижные чемпионские пояса и медали. Всего за награды соревнований боролись порядка 170 спортсменов. Отметим, что это уже третий турнир из серии Даглайнс. Первые два состоялись в Кизляре. Организаторы планируют проводить подобные соревнования и в дальнейшем с расчетом на два турнира в год. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.